а начали да всем привет с вами александр волков и со мной вместе андрей трассенко а сегодня мы решили вот записать такой небольшой совместный урок который в основном будет вести вести андрей и посвящен он программе ipsoft и так слова тебе андрей всем еще раз здравствуйте меня зовут андрей трассенко кто меня не знает я из республики беларусь и союзного государства и мы начинаем такой целый курс посвящен на программе и писав ту которая ее главная задача это собственно делать захват движением при помощи видеофайлов и так где нам ее скачать собственно я вам сейчас все расскажу и хочу сразу добавить то что все интересующие вас вопросы по поводу этой программы задавайте пишите прямо в комментариях и потому что мы с александр будем посвящать целый урок где будем объяснять те или иные проблемы которые вы там может столкнетесь или вас будут интересовать так собственно давайте начнем открываем собственно google наш любимый и вводим episoft как у меня просто и нажимаем на первую ссылку нам открывается вот такая главная страница программы episoft и сейчас объясню что здесь нас интересует собственно 1 это вкладка home это как я понимаю дом главная страница здесь нам показывает возможности программы с какими программами она работает и с какими вещами собственно работает с какими точнее камерами здесь можно узнать краткую информацию о самой программе и основные собственно из как-то компании узнать следующая галерея вкладка это здесь есть так быстренько сказать то здесь просто демонстрация видеороликов которые делают различные люди которые пользуются этой программой и они собственно сюда выкладывают можно посмотреть их работы дальше уже интереснее да он скачать это две программки и перекордер который служит для записи видео с несколько камер либо сенсоров кинекта и и сама студия которую посредственно обрабатывать поэтому их качаем 2 следующий storm магазин здесь немного надо поразмыслить или воспользоваться переводчиком значит что нам здесь предлагается первое это trial версия она 30 дневная подписка может работать с двумя камерами кинекта либо трех до шести камер playstation а следующая экспресс версия это собственно вы уже покупать за 95 долларов на год подписку и работы только с одним камерам кинект смысл ее покупать если в том случае есть вам надо очень и очень простенькая анимация несложная поэтому просто когда хороший вариант какой из маленького видео следующее это базисная версия это тоже самое что и trial версии только вы покупаете уже зависимости либо на три месяца либо на три года либо собственно на год подписку и с про версия здесь уже конечно студийная версия на работа до 4 камера в кинекта и отрок до 16 камера playstation ай собственно и цену мы можем видеть три месяца там 600 долларов на три года две с половиной тысячи короче вот так вот лично я работаю в первой версии мне просто по удобству нравится есть также вторая версия но второй версии покупать это что не на и самое зло это такой переходящий момент между первой и третьей версии поэтому качать третью версию 30 дневную подписку и пробуем собственно не работать итак давайте ка я с вами быстренько познакомлю и так сейчас открыта у меня первая версия пи студия значит что нас здесь собственно интересует интерфейс достаточно очень простой есть рабочее окно и дальше какие-то дополнительные вкладки файлы здесь все очень просто экспорт файлов импорт файлов либо open edit здесь собственно копировать позиции либо удалять позиции больше здесь ничего нету дальше система управления перемещения rotation вращения и связи между костями вот они обычно только в руках и ногах больше нигде нету следующая камера это зависит количество камеры сколько вы ими пользовались программа автоматических распознает дальше видимость скина персонажа и видимость видео дальше нас интересуют системы управления вот на и так скрин собственно это управление мне здесь камерами вращение зумирование перемещение и так дальше дальше также здесь есть дополнительная вкладка собственно сохранение положения камер и загрузить положение камер это в дальнейшем после калибровки нам понадобится дальше вкладка актер здесь управление непосредственно актером масштаб рост точнее правильно сказать и дополнительное вращение у новейших программ более лучше больше выбора управления дальше есть кнопка анализ она анализирует фон одежды на которую человек носит потом в будущем я вам покажу дальнейших уроках дальше трек треккинг отслеживание здесь посредственность а управления захватом движения это рефлопост принять исходное положение трек форвард как я правильно прочитал то это то есть отслеживать пауза либо отслеживать в обратную сторону то есть если с конца начинать дальше вот это тоже интересная вкладка это собственно удаление некоторых ключевых позиций она служит для того чтобы чистить анимацию от всякого дрожения собственно здесь управление чувствительности поэтому главное не переборщить потому что если переборщить то получится как робот вроде бы анимации качественно но без микро движения чувствуется что немного такое искусственное ну и дальше вкладка собственно экспорт файлов она экспорте 3d max motion builder либо а и клонор и другие форматы обычно стандартно формат fbx собственно вот и все дальше перейдем и перри кордеру тоже программа очень простая значит вкладка калибровка это нам сложно для того что отделить маркер от общего фона что программа его смогла спокойно отслеживать дальше куда сохранять файлы и собственно чистота кадров в секунду и разрешающая способность их обычно 2640 на 480 и 302 на 240 и кнопка старта вот в принципе и все позволю себе извини андрей что перебиваю позволю себе вмешаться давай немного скажем о разработчики насколько я знаю российская компания да да абсолютно правильно александр это абсолютно российская программа находится в москве но она ориентирована в основном на зарубежных пользователей поэтому русского языка можете не ждать поддержки если даже при помощи наших уроков очень много людей ознакомиться с этой программы и будут пользоваться и и писать это за месяц они и обязательно поддержат непосредственно но мы надеемся что мы призовем их патриотизм до патриотизма потому что я с ними общался кстати вы тоже можете сделать перейти вкладку контакт и вот любой из этих email of написать на этот адрес письмо с каким-то вопросом и они ответят по возможности вот и все собственно так дорогие зрители на этом мы заканчиваем сегодняшний первый вводный такой урок на следующем уроке мы с вами изучим как все-таки делать захват движения при помощи камеры кинект ну что ж я думаю мы все будем благодарны андрею потому что основную часть уроков будет вести он я только как зритель буду задавать вопросы что спасибо что вы с нами подписывайтесь на наш канал и всем пока всем пока